На границе тучи ходят хмуро или же все спокойно? Межпарламентская Дагестанно-Чеченская комиссия признана дать ответ на этот вопрос. 40 на одну кресло столица Дагестана в ожидании нового мэра. Проездной вопрос повысит ли плату за пользование самым популярным транспортом Махачкалы. Здравствуйте, это Мурат Ахмедов и итоги недели на канале ННТ. Дагестан на этой неделе всколыхнула тему уточнения границы республики с соседними регионами. Много откликов поступило после эксклюзивного интервью главы республики нашему каналу, в котором Владимир Васильев подчеркнул, что работа по согласованию границ между субъектами федерации плановая, и речь здесь идет не о пересмотре, а только о кадастровом учете существующих ныне границ. А после визита в Дагестан председателя парламента соседней Чечни Магомеда Даудова и создания межпарламентской комиссии, вал комментариев о возможных изменениях границ усилился еще больше. Но надо обратить внимание на тот факт, что описания границ в нынешней форме давно устарели и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Принципиальные различия заключаются в том, что раньше граница определялась расстоянием от ориентиров на местности, а ныне, в эпоху спутниковых данных, она должна быть привязана координатным точкам и фиксироваться в цифровом виде в системе государственного кадастра. Работа эта трудоемкая, объемная, сложная и вестись будет несколько лет. Конечно, будут возникать и вопросы, но об отсутствии каких-либо принципиальных разногласий и претензий друг к другу в этой сфере неоднократно заявили по обе стороны границы. Уточнение границ между регионами техническое и ведется согласно поручению правительства России. По инициативе главы государства процесс кадастрирования идет по всей стране давно, и во многих регионах он уже полностью завершен. Кстати, везде, где шла такая работа, создавались межпарламентские региональные комиссии, исключением в них как специалистов-профессионалов, так и представителей приграничных районов. Это обычная практика, хотя некоторые усматривают именно в создании комиссии на таком высоком уровне наличие якобы имеющихся серьезных приграничных проблем. Но нужно понимать, что какие-либо решения в этой сфере будут приниматься только при отсутствии взаимных претензий сторон и строго на основании архивных документов, при наличии общественного контроля за процессом. Кроме того, глава Дагестана в интервью газете «Новое дело» заявил, «Речь идет о проблемах, которые копились годами, сейчас начнем границу делить, они все вылезут. Моя позиция – отложить на будущее решение вопросов, где есть хоть малейший риск возникновения межнациональных конфликтов». Конец цитаты. Такой взвешенный подход как нельзя лучше отражает возможный вектор развития ситуации. Тем более, что больше 95% границы уже полностью согласованы. Для решения вопроса организации взаимодействия по фиксации границ создана совместная рабочая группа, в которую вошли специалисты Росреестра, Роскадастра и других заинтересованных ведомств, в том числе и главы приграничных районов. В ближайшее время подобные комиссии будут созданы для проведения аналогичной работы с другими приграничными субъектами – Республикой Калмыкия и Ставропольским краем. Как и любая взрывоопасная тема на Кавказе, тема границ уже достаточно перегрета, особенно после передела чечено-ингурской границы. Решить все возможные проблемы и дать ответы на возникающие вопросы должна межпарламентская Дагестано-Чеченская комиссия по согласованию границы, созданная на этой неделе. От прозрачности и гласности ее работы зависит многое. В администрации города на неделе собрались все кандидаты на должность мэра Махачкалы, а их ни много ни мало – 40. Претендентам необходимо было представить свою программу развития города, чтобы конкурсная комиссия оценила их видение и решение проблем, а также изучила профессиональные и личные качества кандидатов. В состав комиссии вошли 6 человек. Трое – от городского собрания столицы и трое – представленных главой Дагестана. После оценки выступлений всех кандидатов, комиссия представит несколько кандидатур для рассмотрения на заседании Махачкалинского городского собрания депутатов. Их голосование определит, кто возглавит город. Победитель должен заручиться поддержкой не менее 23 городских депутатов из 45. Решение городского собрания является основанием для вступления в должность главы Махачкалы, полномочия которого будут легитимны – 5 лет. Текут не только реки, но и деньги. В Дербенте абонентская плата для водоканала утекала в карманы чиновников. Глава города Хизри Абакаров решил проблему по-своему. Централизованная система водоснабжения города теперь перейдет в ведение вновь созданного управления. Глава Дербента уже подписал соответствующее постановление. По его словам, организации, обеспечивающие водоснабжение в городе, сейчас в основном искусственно доведены до банкротства. И если еще недавно долг предприятий перед кредиторами составлял не более 10 миллионов рублей, то сейчас разросся до 200 миллионов. Теперь же абонентская плата будет собираться в едином расчетном центре, созданном при администрации города. При этом все платежи будут автоматизированы. Что ж, опыт положительный. Стоило бы, наверное, попробовать перенять его и новому мэру Махачкалы, который может вступить в должность уже на следующей неделе. А то путаница с оплатой за услуги ЖКХ уже давно вызывает головную боль. Даже у стрессоустойчивых махачкалинцев. Проезд в маршрутках Махачкалы может подорожать на 6 рублей. В таком случае пассажирам придется платить за поездки внутри города уже не 17, а 23 рубля. А за поездки из Махачкалы в Ленинкеты вовсе 30 рублей. Эта новость, конечно, не могла не возмутить общественность. Жители города, и в том числе в Рио-Мэр Махачкалы, не поддержали такую инициативу водителей, считая ее необоснованной. Хотя переводчики, в свою очередь, объясняют свое требование повышением цен на топливо. О том, как намеренно решать проблему администрации города, расскажет Луиза Раджабова. Лучше я пройдусь пешком. Именно такую фразу можно услышать от жителей города Махачкалы. Напомню, что 20 января повысилась цена на троллейбусы и автобусах нашего города. А теперь это коснулось и маршрутного такси. Проезд в Махачкале подорожает на целых 6 рублей. Подобное объявление уже вывешено в некоторых маршрутах Махачкалы. По информации Управления промышленности, транспорта и дорожного хозяйства столицы республики, с 26 января проезд по городу составит 23 рубля. Маршрут Махачкала-Ленинкен будет стоить 30 рублей. Конечно, для людей накладно. Зарплаты вы сами посмотрите, какие. А каждый день это повышается. Конечно, людям тяжело будет. К ним тоже претензий нет. Они не от хорошей жизни это повышают. Бензин, запчасти, все у них дорогое. Поэтому они вынуждены на меру у них. А в результате это по карману простых людей бьет. Тоже возмущалась. Что официально, не официально, а 17 рублей. А у вас уже 23 рубля. Он говорит, хотите платить, хотите не платить. 23 рубля. Сейчас деньги дали 50 рублей, 27 рублей мне сдачи дал. Вот и все. Изменения еще не успели вступить в силу. Однако, как признаются жители, перевозчики уже бегут впереди паровоза. Администрация города не согласна с таким резким повышением цены на провес на 35% с 17 рублей до 23. Несмотря на то, что транспортные компании имеют право самостоятельно повышать тариф, администрация города не в праве регулировать данные отношения. Было отмечено, что предупреждение о поднятии тарифов не было отправлено за много района. То есть, не было возможности оповестить население города предварительно о повышении тарифов. Также на совещании было отмечено, что повышение цены на представляемые услуги, в частности на пассажирские перевозки, должно быть связано с улучшением качества обслуживания. В частности, улучшением технического состояния транспортных средств, улучшением безопасности дорожного движения, соблюдением графика и режима работы маршрутных такси. К сожалению, это за перевозчиками не наблюдается. Согласно закону, перевозчик сам устанавливает стоимость проезда. Но он должен поставить известность администрацию города об этом заранее и обосновать свои тарифы. По каким расчетам выводится итоговая сумма, непонятно. Пока что они ссылаются лишь на повышение цены на топливо. Однако удивительно, происходящим изменениям водители маршрутного такси не менее возмущены, чем сами жители столицы. 23 рубля мы будем воевать с этими пассажирами. Нам зачем это самое нужно? Пускай так, даже 15 рубля готовы сами ездить, пускай снижают. У них ничего нет, это наш транспорт. Мы сами обслуживаем это самое. И потом они это самое, да, у нас деньги берут. Вот это людям тоже, которые вот этот диспетчер, мы плотим им. Они конторами не плотим. Это все вот, ребята все, 100% все недовольны. Лично вот это шестой маршрут, не хотим цену поднимать. Это все свалят на нас. Это каждый в своей конторе ездит. Вот они каждый хочет поднимать автобусники, 20. А мы не хотим. Нам вот это тоже хватает. То есть это не ваша института? Это нет. Лично не шестой маршрута. А других я не знаю. Я могу отвечать за свои ребята. Это не наш института. А чья тогда получается? Я не знаю даже. Мое мнение, это было бы, если оставить все как есть, зачем его поднимать? Что с этого изменится? Ничего не изменится. Против повышения цен и мэрия города. Накануне глава столицы Мурат Алиев высказался по волнующей горожан теме. Назвал изменения необоснованными. В первую очередь хочу сказать, что мы против категорически поднятия этих цен для того, чтобы поднимать нужную конкретную обоснованность, на что они, как сказать, ссылаются, чем они это обосновывают. Ну, эту всю информацию вчера я еще дополнительно получил. Мы пришли к тому, что это необоснованное поднятие. Мы дали поручение в пределах своих полномочий. Также направили письма с контролирующей, проверяющей органы. Естественно, от нас будет реакция незамедлительная, и мы все меры приняли для того, чтобы это все было обоснованно, чтобы в первую очередь наши жители за то, что оплачивают, чтобы они понимали, что они оплачивают, это за это справедливо. Тема действительно болезненная для всех сторон. Вопрос, кому выгодно вводить новые расценки, остается открытым. Луиза Раджапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Одной из самых редких на сегодняшний день по праву может считаться профессия кинолога. Интересуются ее многие, но рискнет освоить не каждый. Правильное воспитание четвероногих требует особенного подхода и терпения от специалиста. Наша съемочная бригада встретилась с теми, кто все же рискнул освоить профессию кинолога. По теме от Ханапова продолжит. Задержать нарушителя обезвредит контрабандистов и найти наркотики всего за несколько секунд. Команда и в одно мгновение собака бора породы малину обнаруживает взрывчатое вещество. После животное присаживается рядом с находкой в ожидании вознаграждения. Его миссия уже выполнена. Дальше уже оперативники как-нибудь сами. Для ответственной работы подходят не все животные, только служебных и охотничьих пород. Искать у них в крови. При этом техника тоже не стоит на месте. Газоанализаторы для обнаружения запрещенных веществ есть на каждой таможне. Ну а пока самым верным способом остается собачий нос. Без четвероноких товарищей наркотики не найти, особенно если они глубоко запрятаны. Но и даже здесь преступники пытаются сбить собак. Распыляют рядом с наркотическими веществами перец. Иногда ставят рядом тухлую рыбу и сигареты. Но даже здесь собаки не подводят, в отличие от техники. Амай Акаев занимается кинологией уже более 20 лет. Отмечает, что дрессировщикам легче заниматься с теми собаками, которые близки с ними по темпераменту. Как говорится, каждому свое. Сам Акаев предпочитает воспитывать немецких овчарок. Ну это более такая собака, она во всех областях может использоваться. А у вас была любимая собака или есть, может, кого-то одного можно? Ну первая собака, она всегда любимая. Была у меня собака такая Мартин. В 94-м году как прошел, я ее получил. Мы ее привезли с Астрахани и мне ее за мной закрепили. Я ее выбрал сам, она мне понравилась. Очень такая крепкая, характером была собака. Вот я ее выбрал себе и вот долгое время с ней работал, пока не списали. Я ее списал и также ее забрал домой на пенсию. На пенсию собаки из силовых структур уходят после 8 лет службы. Если она личная, то ее забирает домой сам специалист. А если принадлежит Центру кинологической службы, она там же и остается. В это время четвероногих полностью обеспечивает государство. А у вас были случаи, когда собака вас подводила или никогда? Честно сказать, такого у нас не было, чтобы моя личная собака подводила. Потому что она, если собака непригодна, ее списывают. Честно говоря, у меня даже в списании не было собак. Главное, хороший отбор собаки и правильное воспитание. Если вдруг собака непригодна, по каким-то критериям ее списывают. Но в моей практике такого не было. Потому что если ты правильно подбираешь собаку, отбираешь для себя лично и правильно ставишь дрессировку, то она никогда не подводит. Про весы кинолога одна из интересных, но в то же время и опасных. В идеале у специалиста должен быть сильный нрав, терпение, целенаправленность и гибкое сознание в крови. Студенты-юристы, для кого сегодня и были проведены показательные выступления, признаются, что, несмотря на всю увлекательность, не рискнули бы стать частью этого рода деятельности. Патимат Ханапова, Салман Гитихмая, телеканал ННТ, Махачкала. Медсестра Казбековской районной больницы спасла жизнь человека, попавшего в беду. В октябре прошлого года в обрыв опрокинулся бульдозер, за рулем которого был местный житель. Водителя придавила тяжеловесной машиной, она чудом удержалась на склоне. На его счастье, медсестра Равшан Эмеева в составе бригады скорой оказалась на месте происшествия и не побоялась пробраться внутрь салона, зависшей на пропастью машины, чтобы спасти человека. За спасение отца семерых детей, профсоюз работников здравоохранения Дагестана, отметил медсестру заслуженной премией. От имени профсоюза поблагодарила медсестру за проявленный героизм и депутат Народного собрания Дагестана Сумруд Бучаева. Как обнаружить преступника по отпечаткам пальцев, отличить фальшивую купюру от настоящей и точно установить, кто причастен к преступлению. Об этом и многом другом студентам правовой академии рассказали в ходе экскурсии сотрудники экспертно-криминалистического центра при МВД Дагестана. Узнавала все тонкости работы криминалиста и наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Современная криминалистика не стоит на месте. На смену дедуктивным методам Коумса приходят новые технологии. Например, для того, чтобы выявить и зафиксировать отпечатки пальцев, используется цианно-акрилатовая камера. Благодаря ей эксперты смогут узнать, кому принадлежал этот пакет, в котором находились наркотики. Включилась камера. Данный аппарат, он более современный, у него присутствует вакуум. Мы включаем вакуум, там образуется вакуум. После этого включаем печку, она нагревается. И после всего этого мы видим на пакетах, что жировещество становится серого цвета. После чего мы можем спокойно с вами обработать его доктилоскопическим порошком и несколько раз мы можем его просто изымать на липкую ленту доктилоскопическую. Ну а в этой физико-химической лаборатории исследуется пищевая продукция, в частности алкогольная, маркирующие вещества и, конечно же, наркотики. Большую для сотрудников проблему представляют так называемые дизайнерские наркотики. Их на экспертизу поступает, кстати, больше половины от всей дури. Из года в год процент именно синтетических наркотических средств возрастает. К этой же категории относятся так называемые курительные смеси, спайсы их называют. Экскурсия продолжается. Студентам показывают ВК-200 – устройство для производства экспериментальных подрывов. Ну а это сравнительный микроскоп Лейка. При помощи него можно проверить гильзы и пули. Если с места происшествия изъяты какие-то пули, либо гильзы, и есть изъятое оружие, мы отстреливаем это оружие, получаем экспериментальные пули и гильзы, ставим на микроскоп и изъятые с места происшествия пули и гильзы, и экспериментальные, путем сравнения, вот здесь проводим исследования. Идем дальше. Эту ДНК-лабораторию ввели в эксплуатацию год назад. Сюда на анализы стекаются все биологические вещдоки – частички кожи, кровь и пот. В основном здесь занимаются молекулярно-генетическими исследованиями, методом ДНК-анализа. С данной пробитки костный порошок. Кость нам приносят, фрагмент из кости. Мы его измельчаем в виде порошка. И в дальнейшем уже мы выявляем генотип этого человека. Это вот отстанки трупов. Отметим, экскурсия проводится в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Ежегодно в течение недели ученики образовательных учреждений совместно с общественным советом при МВД посещают различные подразделения ведомства. Здесь двусторонний воспитательный эффект. И работники МВД стимулируют себя. И они понимают, что через год придут молодые люди и будут задавать невкусные вопросы. И люди, молодежь, она видит, что есть огромное профессиональное сообщество людей, которые в разных отраслях. Принять участие в акции можно, подав заявку на официальном сайте МВД. Она продлится до конца января. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В эти дни в России вспоминают, наверное, самую трагическую страницу в истории Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. 75 лет назад вражеское кольцо, душившее город 2,5 года, было окончательно прорвано. 900 дней и ночей осажденный город жил, работал, сражался и в итоге победил. 27 января 1944 года блокада Ленинграда, унесшая жизни полутора миллионов человек, была полностью снята. Участников тех страшных событий навестила министр труда и соцразвития республики Изумруд Мугудинова. Подробности у наших корреспондентов. Одной из жительниц, кому пришлось испытать на себе все тяготы тех ужасных событий, стала семилетняя девочка Галина. В этом году Галине Владимировне исполнится 85 лет. В те годы она была совсем ребёнком, но боли и страдания заставили её быстро позрослеть. После окончания войны она всюду ездила вместе с отцом, которого по долгу службы направляли в различные регионы. Они успели пожить в Финляндии, Германии и Грузии, но конечным пунктом семьи стал Дагестан, который впечатлил их красотой, теплом и обилием фруктов. Вышла замуж за дагестанца и проработала учителем 30 лет. Родители здесь, и потом нам очень тут понравилось. Я даже так писала. Вся наша семья влюбилась в этот красивый край, где море у ног наших билось, где фрукты хоть отбавляй, где люди тепло улыбались, как будто бы знают тебя. Ленинград – осаждённый город, в котором вымирали целыми семьями. Так было и с семьёй Марины Бесаловой. Ей было всего четыре года, когда для всего Ленинграда наступили эти страшные 900 дней. Семья состояла из мамы и бабушки. Больше никого. Отца забрали на финско-советскую войну, когда девочка была ещё совсем крохой. Но самые близкие люди Марины Владимировны так и не дождались освобождения Ленинграда и конца войны. Она помнит, когда от голода умерла мама, а потом и бабушка. В школу ходили дети, тоже идут в школу, по дороге могут умереть. Или даже за партой сидя могут умереть. Кормили, там готовили до всех. Очень редкий такой суп готовили. Там одна только вода, две или три рисинки там могут плавать. Несмотря на все испытания, которые выпали на её долю, в то тяжёлое время она сохранила веру в добро и любовь к жизни. А ещё она, как и много лет назад, прекрасно поёт. Ночь морозная тропинки замела, по которой, по которой мы с тобой, любимый, рядышком прошли. Делегация Минтруда вручила блокадницам благодарственные письма от имени главы республики и ценные подарки. Это люди, которые проявили невероятный человеческий дух, мужество, стойкость и пожелать им крепкого здоровья и качественного долголетия. Конечно, очень важно наше внимание к этим людям. Я думаю, что это наша задача не только нашего министерства и города Махачкалы и других территорий. Все они пережили в блокадном городе мучительный голод, лишение и смерть близких людей. Но, несмотря на это, нашли в себе силы жить и трудиться дальше. Город выстоял, но цена, заплаченная за эту победу, была очень высока. И нынешнее поколение, глядя на этих мужественных людей, должно помнить о том подвиге, который они совершили ради нас. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Вчера в Махачкалинском порту состоялись торжественные мероприятия. Посвящены они были 15-й годовщине со дня присвоения пограничному сторожевому кораблю имени народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Торжественные встречи корабля после очередного похода стали здесь уже доброй традицией. И на этот раз моряков-пограничников встречали со всеми почестями. Подробнее в сюжете Луизы Раджабовой. С именем поэта на боевом посту. Эти доблестные морские пограничники следят не только за порядком на воде, но и за границей Каспийского моря. Их задача – бдительное патрулирование и разведка. В связи с быстрой сменой уровня обеспечения войск, экипаж корабля постоянно совершенствует военные навыки. Неизменным остается одно – присвоенное кораблю имя дагестанского поэта Расула Гамзатова уже 15 лет. Каспийское море вообще-то считается сердитым морем. Они по 3-4 месяца бывают на воде. И мы всегда радуемся, когда они возвращаются в родную гавань и дружим с моряками. Они часто посещают и фонд. Я считаю, что вот такая дружба фонда и корабля очень помогает и в поднятии их боевого духа. И в то же время еще раз популяризируем, пропагандируем имя великого нашего сына, великого горца, патриота, гуманиста Расула Гамзатова. Корабль был заложен и построен на Ярославском судостроительном заводе. Впервые спущен на воду 15 сентября 1991 года. В том же году, 30 сентября, был поднят военно-морской флаг пограничной службы. Этот день называется «Днем корабля». Все эти годы сотрудники именных подразделений с честью несут боевую вахту, выполняя задачи по охране государственной границы, биологических ресурсов и экономических интересов, создавая препятствия терроризму, наркотрафику и контрабанде. Механец дает команду. Три машины при помощи тумблера. Одним, вторым и третьим тумблером подается команду вниз. Вперед машина, назад машина. Тем самым происходит управление корабля. Дает ход ему. Своей службы пограничный сторожевик начинал в городе Баку. После распада СССР его направили в город Астрахань. И вот теперь экипаж корабля выполняет задачи пограничной деятельности у нас, в республике Дагестан. В 2006 году корабль участвовал в учениях Каспии, где был признан лучшим артиллерийским кораблем по показателям. Корабль 1991 года постройки является самым старым в пограничных войсках, в пограничных органах, кораблем данного проекта ходовым, который еще состоит в компании. И он еще готов нести службу для охраны нашей Родины. Море – наш второй дом. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. Всего вам доброго. До встречи в следующее воскресенье.